МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китайская культура насколько загадочна, настолько же и прекрасна. В этом смогли убедиться гости Уфа-арены, посетившие матч Салавата Юлаева с пекинским Кунь-Лунем. В день игры на арене все было завязано с Китаем и его культурными ценностями. Под спокойную восточную музыку зрители, неспешно прогуливаясь по фойе, успевая не только сфотографироваться с мастерами Ушу, но и получить рекомендации от настоящего китайского врача. Также болельщики могли увидеть мастер-класс по основам письменности китайского языка и насладились легендарной чайной церемонией. Ну а эффектное представление перед матчем стало прекрасной иллюстрацией к этой игре. Что касается непосредственно хоккейной составляющей, то игра ознаменовалась приездом в Уфу Владимира Юрзинова, который на протяжении почти трех сезонов входил в тренерский штаб Юлаевцев, а сейчас возглавляет Кунь-Лунь. Для наших болельщиков главной приятной новостью стало долгожданное возвращение в строй Энвера Линсина, который после игры был немногословен о своем состоянии. Как себя сегодня чувствовали? Все-таки первый матч после выздоровления? Да, в принципе нормально. Если бы выиграли, было бы он много лучше. Команды начали матч без разведки, поэтому стартовый период стал самым результативным в этом матче. На шайбу Кунь-Луню в большинстве уфимцы ответили шикарным голом капризово при розыгрыше лишнего. Следом хозяева пропустили, но нашли в себе силы, чтобы отыграться еще до перерыва усилиями Паршина. Второй игровой отрезок получился явно не таким, каким ожидали его болельщики. Юлаевцы совершали много потерь, а в атаке выглядели без зуба. А вот соперник дважды свои шансы использовал, вынудив Игоря Захаркина произвести рокировку голкиперов. Этот шаг встряхнул нашу команду и помог отыграть одну шайбу, которая стала плодом двухходовки капризов логинов. В перерыве некоторые болельщики обсуждали перипетии игры, а часть зрителей выстрелилась в очередь за автографами девчонкам из женской команды «Агидель», которые были удивлены такому вниманию. Очень приятно, очень насыщенно, даже неожиданно. Столько болельщиков много собралось, какие эмоции сейчас вообще? Честно, только радость, спасибо огромное, что поддерживают, приходят. Это очень приятно, и надеюсь на будущие предстоящие игры 21 декабря. Это тоже отразится, болельщики придут, поддержат нашу команду. Заключительный период выдался для хозяев крайне непростым. Уфинцы хотя и контролировали игру, но долгое время не могли пробить голкипера Куньлуня. Капитулировать его заставил могучий выстрел Кулеша, который сравнял счет и перевел игру в овертайм, где голов команды уже не забили. А серия буллитов осталась за гостями. Разница между командами сегодня была в игре вратарей. Ну, если немного дальше идти, то я не хочу сказать, что Светберг сыграл безобразно, но тем не менее мы пропустили шайбы, которые не должны были пропускать. Есть техническая, тактическая ошибка, мы разберемся в этом. Играть с Куньлуням уже история. Матч получился знатным как на льду, так и за его пределами. С нетерпением ждем в гостях Хабаровский Амур и продолжение хоккейного действия. Эдуард Хизбулин, Константин Данилов, Хоккейный клуб Салават Юлаев.